Мира и добра вам, дорогие друзья! В эфире программа «Благовест». Мы продолжаем тематический цикл, посвященный душе, вере, Богу. В Библии сказано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это значит, что духовная пища также необходима душе человеческой, как пища для поддержания телесных сил. И сколько бы ни проходило лет, удивительные слова пушкинского пророка остаются как бы эпиграфом к судьбе каждого человека на земле. Сменяются цивилизации, изменяются формы жизни, меняется лицо земли. Но неистребимой, неутолимой остается духовная жажда. Этот драгоценный дар, данный на земле только человеку, как признак и как сущность его человечности. Многих к Богу приводит горе или несчастье. Но проходят эти минуты, и люди возвращаются к жизни, никакого отношения к вере не имеющей. Приняв крещение и формально относя себя к христианам, такие люди особо не утруждают себя ни получением духовных знаний, ни посещением служб, ни соблюдением заповедей Божьих. Так можно ли считать этих людей христианами лишь только от того, что они когда-то приняли крещение? Мы знаем, что оно будет 19-го числа. Да, и оно проходит каждый год. Все время многие люди... А более детально что вы знаете? Детально, если честно, не знаю. Знаю, что в проруби купаются. Мучился за нас, за наши грехи. Вот, и... Как бы дань уважения какая-то должна быть. Хоть я и не особо такой правоверный человек, все равно. Вера у нас православная, вот. Мы как бы к этому привыкли. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Вы в церковь ходите? Нет. Я иногда хожу, когда душа моя требует. И все. В церковь только схожу и все там на... За святой водой, да? За святой водой. Девочка и на служение, или как там, вот, постою, когда служба идет. Крещение Господнее, это Господь Иисус Христос крестился, его крестил, ну, крещение, его крестили когда. И вот всех крестят во имя спасения, чтобы грехи простились. Вот, крещение. Для православного человека праздник крещения, прежде всего, это праздник Богоявления. Это его второе название, потому что именно в соответствии с евангельскими событиями, в этот день, когда Господь пришел на Иордан креститься от Иоанна Крестителя, явился в глаз Отца и видели Дух Божий, святой Дух, сходящий на Христа в виде голубя. Поэтому такое вот откровение трех ипостасей единой божественной природы. И без сомнений, конечно, праздник очень значимый, очень интересный. Интересен тем, что очень много традиций и обрядов связано с ним. В древности праздник крещения праздновался на следующий день после праздника Рождества Христова. Вот уже в средние века эти праздники разнесли, хотя по своему наполнению они практически одинаково празднуются, одинаковые богослужебные чины. Но интереснее чем праздник? Совершается великое освящение воды, которое освящается только раз в год. Также таким чином освящается вода только на крещение людей. Но вот так вот, чтобы взять воду и вкушать ее, освящается она один раз. Всем известны чудные такие свойства воды на крещение, освященные великим чином. Она стоит весь год, хотя может стоять и всего один-два дня. Были такие случаи, когда у знакомых людей, когда мы набрав в Тобольске вместе воду, так сказать, из одной емкости и в одинаковые емкости, взятые в одном месте, но получили то, что у меня вода стояла очень долго, у друга очень быстро позеленело. Но покаялся он, рассказав, что очень сильно поссорился со своей супругой. Но вот, видимо, благодать просто отошла от этого дома, от такой нетерпимости друг к другу. Поэтому надо тоже понимать здесь духовную составляющую. Но чудно, да, вода стоит год, как минимум, не изменяя свои свойства, не портится. Иногда только какой-то осадок может выпасть, естественно, в принципе, для воды. Много традиций обрядов связано с этим праздником. Но обряд купания в крещенской купеле или в проруби – это, вот вы правильно сказали, это обряд. Это не таинство, это не закон церкви, это не канон церкви. Многие священники, знакомые мне, живущие в Центральной России или несущие свое служение на зарубежных приходах, они вообще такого не знают. Или слышали, но никогда у них на приходах это не происходило. И никто нигде не купается. Поэтому сказать, что мы более верующие, а там менее верующие, или мы более церковные, а там менее церковные, нельзя. Это благочестивый обычай. И только внутреннее желание человека может его сподвигнуть в этом обычаю участвовать. Конечно, он очень благотворный, этот обычай. Конечно, с точки зрения даже медицины, он благотворно сказывается на состоянии здоровья. Но если нет, конечно, медицинских противопоказаний. Если человек сердечник, если у человека очень серьезные проблемы с сосудами, никто его не заставит. Я бы, наверное, действительно прислушивался здесь к советам врачей. Потому что тогда, когда это можно, врач всегда разрешает. Он всегда говорит, конечно, купайтесь. Говорит о каких-то там правилах, процедурах перед тем, как окунуться, после того, как окунешься. Но скажу за себя, я каждый год, ну, можно сказать, с ужасом подхожу к крещенской купели, ну, с таким, как говорится, с телесной такой робостью. Но благодарю Бога всегда после того, как я из нее вылажу. Потому что те чувства, которые переживаешь, телесные, духовные, они потрясающие. Действительно, я чувствую себя, как заново родившимся. Но такие мысли и мнения, что окунувшись в крещенскую купель, там, смываются с него все грехи и тому подобное, нет этому никакого основания ни в традиции, ни в канонах, ни в правилах церкви. Поэтому, без сомнения, грехи прощаются тогда, когда человек в них кается в таинстве Исхода, как об этом сказал и Господь. Это благочетивый обычай, прекрасный обряд, прекрасный праздник для человека. Хотелось бы, чтобы все-таки с благоговением люди приступали к нему и в должном как-то состоянии приезжали. Не пьяные, не выпившие, потому что ведь, ну, можно и до несчастных случаев дойти. Ну и, конечно, чтобы какое-то целомудрие было. А то, когда, знаете, мужчины, оставив мужскую купальню, так смотрят, как женщины окунаются. Ну, как-то, простите меня, кто кому должен подавать пример? Ну, хотелось бы, чтобы все-таки здесь вот было все благочестиво и целомудрие. И тогда это будет на пользу и души, и тела. В купель окунаетесь? Я окуналась. Вы ежегодно это делаете? Нет, вот именно, знаете, когда им на здоровье не позволяет, не надо, как бы, искушать Господа. Вот именно, как вам сказать, когда, ну, чувствует человек, что заболел очень. И вот мороз, допустим, минус 35, не надо же вот это вот такое совершать, окунаться в ледяную воду. А когда чувствуешь здоровье, пожалуйста, ради Бога. Купаться зимой купался, но мне не приходилось. Хороший праздник. Вы его каким-то образом отмечаете? Да, хожу в прорыве купаюсь. Каждый год? Каждый год. И как? Малматы помогают. Офигенно. Болезни снимают? Я не знаю, как болезни, но я чувствую себя прекрасно. Я сам с Белого Яра там постоянно купаюсь. У нас там своя купель. Мне там все знают, и я все знаю. Даже в течение года, вне праздника Крещения, когда кто-то у нас болеет, когда кому-то тяжело мышь, многие берут крещенскую воду, наливают в ладошку, омывают себе лицо. Ну, можно сказать, что здесь тоже такое своеобразное омытие себя, омывание себя крещенской водой. Почему бы и нет? Можно, конечно, тем более, если у человека действительно есть такие причины серьезные, связанные с его здоровьем. Крещенская вода один раз в год. Вот на праздник Крещения в купель окунаются люди тоже во имя Отца и Святого Духа, чтобы осветиться, оздоровиться. Очень. Вот вы говорите раз в год. Почему раз в год? То есть в другие дни вы считаете, что ее нельзя использовать? Нет, святую воду можно использовать каждый год. Ну, каждый день, имею в виду, в году. Святая вода, вот заходишь в любой храм, там есть святая вода. А на Крещение Господне, вот это один раз в год, набираешь эту водичку, и она хранится целый год. Вот святая вода освященная, именно крещенская. Иногда пьем, так, на всякий случай, когда болеешь, допустим. А когда захочу, нафиг, или, например, что-то плохо себя чувствую, хоп, выпьем, нормально. А кроме того, как пьете, еще каким-то образом пользуетесь, вы, ваша семья. Ну, нет, как-то раз ребенок забролел, просто там обтерли его, да. Ну, когда температура или что-нибудь такое, или плохо спит, да. Ну, ты его обтираешь, и нормально. Я набирать набираю, но нечасто пользуюсь. Другой раз стоишь и смотришь, и удивляешься. Люди берут огромнейшими, ну, еще бы, наверное, цистерну подогнали, и все было бы прекрасно. Но нужно ли столько запасаться таким огромнейшим количеством воды? Знаете, конечно, вопрос, с одной стороны, серьезный, с другой стороны, трудно рассуждать по его поводу. Дело в том, что ведь человек, берущий 20-30 литров святой воды в праздник Крещения, может быть, просто берет еще и для кого-то. Но для нашей семьи, то есть для меня, супруги, наших троих деток на сегодняшний день, в принципе, нам всегда хватало 10 литров на весь год. Хотя можно сказать, что, в принципе, крещенская вода есть в храме всегда. То есть она освещается в течение года, она все равно используется. Но, не знаю, конечно, надо посмотреть и надо понимать, для чего люди берут. Святыня большая, и я не представляю, как можно там десятки литров хранить дома как-то так вот достойно хранить. Потому что не принято ставить воду в емкостях на пол. Все-таки она должна храниться где-то в святом уголочке, где-то в ком-то шкафчике. А когда вот так вот на полу, в который мы ногами попираем, стоит такая святыня, ну, как-то не совсем это благочестило. Поэтому я как-то все время так себя говорю. Когда я вижу, много набирают, я думаю, ну, значит, люди о ком-то заботятся. Люди берут для кого-то. И на сердце как-то спокойнее, чтобы не было никакого осуждения, лишних рассуждений. Ну, знаете, всегда всем хватало. Я думаю, что тут проблемы нет. Вы крещённый? Да. А нательный крест вы носите? Нет. Почему? Не знаю, не привык. Всегда вот он на мне, всегда. Никогда не снимаю. Что для вас всё-таки? Это оберег? Оберег, он меня оберегает, да. Вот, ребята, мне 87-й год, да. Да, слава богу, я сейчас хожу на ножках на своих. Слава богу, пошёл. Дай бог вам даже, давай, я носил. Ну, да, ношу. Что он для вас? Ну, не всегда. Вы нательный крест носите? Да. Не снимаете? Не снимаю. Даже в баню хожу, не снимаю. Что для вас нательный крест? Ну, говорю. Сима России. Дух мой нательный крест. Ну, и дух России вообще. Он вообще крещённый. Просто, ну, дома лежи, забывай иногда одевать. Крест. Величайшая христианская святыня. Видимое свидетельство нашего искупления. Нательный крестик надевается каждому новокрещённому как щит веры и оружие против демонов. Ничто так не радует бесов, как неблагочестивое и небрежное отношение с крестом, а также выставление его на показ. Если крестик у тебя потерялся или сломался, то в этом случае, ну, что ж, надо взять новый крестик и носить дальше, а сломанный также оставить в храме. Когда говорят, что вот какая-то беда будет, что там за большое нечестие, да нет, всё гораздо бывает банальнее. Может быть, бывает, Господь так вразумляет человека. А может быть, просто, ну, крестик сделан из алюминия, ушко проточилось уже, человек не заметил от долгого ношения. Поэтому как-то иногда это говорит о невнимательности просто человека к своему крестику. Но ничего такого страшного, сверхъестественного и смертного человек в этом случае всё-таки не совершил. Смертный грех тот, который человек осознанно совершает. Если у тебя теряется крестик, это тебе просто звоночек. Человек, задумайся, просто так ведь ничего не происходит. Будь внимательнее к себе, к своей вере, к тому, что у тебя на шее. Поэтому только так надо к этому относиться. Берётся новый крестик. Если крестик не в храме взят, а куплен где-то в ювелирном магазине, ещё где-то, тогда его в обязательном порядке освящают. В храме есть чин в требнике, уходящем в глубину веков, о освящении креста, носимого на персик. Священник освящает этот крестик, и человек дальше носит его. Если человек находит крестик на улице, что сделать? Есть общее правило. Отнеси крестик в храм и оставь там. Если хозяин этого крестика не найдётся, как обычно это происходит, то мы эти крестики освящаем и используем при крещении людей, которые не могут себе позволить ничего купить. То есть обычно это когда мы крестим кого-то в каких-то миссионерских экспедициях, когда мы кого-то крестим в детских домах, где-то когда крестим людей бездомных, которые не имеют никакой возможности ничего приобретать, и всё совершается, и всё даётся человеку абсолютно бесплатно. Поэтому в этом отношении крестики, они имеют свою последующую жизнь, скажем так. Если крестики пришли в негодность, там старенькие, протёрлись, сломались, то тоже в храме они собираются и определённым образом в определённом месте утилизируются. Самому дому экспериментировать, что-то сжечь, что-то это очень как-то оккультно выглядит неправильно. Поэтому, конечно, просто принести в храм и в храме оставить. Ну что ж, наша программа подошла к завершению. По традиции желаю вам мира и добра. Хотелось бы, конечно, чтобы в праздник крещения Господня те, кто имеет силу, внутреннюю, душевную силу воли своей, кто придёт к праздничной купели, окунулся троекратно во имя Христова, хотелось бы, чтобы все, конечно же, помнили, перед какой святыней предстоят, чтобы, совершая омовение в водах Иордана, как мы говорим, все сохраняли уважение, благоговение к святыне. Ну и, конечно же, пусть Господь в этот праздник дарует всем душевное спокойствие, мира душевного, телесного. И да благословит вас всех Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова